Продолжение следует... 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 Так что, даже если у меня и покрали, и увезли, то у многих людей под Владивостоком и уже в Китае персики Бродского стали завоевывать превосходные места. Так, ну что я скажу. 73 года сегодня исполнилось моему собеседнику Юрию Васильевичу Бродскому. Вот, сегодня я скажу какое число, 28 октября. 29-го у меня уже. А, так, у тебя 29-го, у меня 28-й. На 3 часа разница. Итак, поздравляю с двумя событиями и с 73-летием. Хотя, чему тут радоваться, лучше бы 63. Вот, но все-таки поздравляю и с тем, что... Да я согласен на 13. Да еще бы, я бы тоже согласился. Чем моложе, тем лучше. По той причине, что в 13 лет я горку хлеба раздобывал, сидел голодный. Так я и в 73, в таком же состоянии. Пенсия такая смешная, депутаты такие счастливые. Что хотят, то и делают. Это ж додуматься. Около моего дома прорыли квет. Глубиной 2,15, шириной 2,40. Так что, ни скорая помощь, ни соцработники, никто до меня допрыгнуть не может. Корова пыталась пройти сюда, упала в кювет. Пришла молочница, чтобы привезти, угостить меня молочком, упала в кювет. Так что, все еще впереди. Васильевич, люди, хотя с удовольствием будут смотреть этот фильм, но длинные фильмы не любят. Скажите самое главное, и я прекращаю запись. Так вот, дальше. Полянский Володя учудил. На сегодняшний день он где-то уничтожил или кому-то раздал более 10 сортов уже с названиями абрикосов. Так что я скоро окажусь в положении Байкала. Уже оказался. Ну, всего вам доброго. Ладно. До свидания. До свидания, Васильевич. Празднуй. С праздником. Хоть раз. Нет, у меня праздника не будет. Это я просто из-за того, чтобы порадоваться, что нашлась коллекция. За китайцев порадоваться. Да, но это ж не последняя коллекция. Это коллекция этой коллекции. Шесть или семь лет. А у меня ведь новая еще коллекция есть. Ага. Вы хотите, чтобы ее тоже украли? А, ее уже украла. Только другая дама. Там, из Подмосковья. Она, я ей послал 800 с чем-то, косточек. Она вырастила за лето 417 саженцев. А остальные загубила. А вы скажите, сколько она вам заплатила за то, что должно равняться бюджету института? Она исчезла. Она не на компе не появляется. Она не по телевидению не появляется. Она не появляется. Я ей-то звоню по несколько раз в день. А в последний раз она, правда, со злостью мне сказала. Никому не давайте мой адрес. И то, что мы с вами наработали за полтора года, это лично моя заслуга. Правильно, сейчас же еще. Да, я уже теперь понял, что в России очень тяжело найти честного человека. Не дай бог, сколько у меня было друзей, и большая часть из них оказались воровайками. Но жизнь все-таки их прижала к ногтю. Все, Василий, давайте на этом закончим. Всего доброго. Пока-пока. Пока.